Знакомьтесь, это мы! В рамках совместного проекта областного Министерства культуры и детской филармонии Азбестовские артисты выступили перед Екатеринбургской публикой. Проект «Знакомьтесь, это мы!» стартовал в 2013 году в преддверии Года культуры в России, накануне 80-летнего юбилея Свердловской области и 35-летнего юбилея детской филармонии. Совместный проект регионального Министерства культуры и детской филармонии знакомит зрителя с художественным богатством городов Урала. Нам очень захотелось увидеть потенциал творческих наших, во всяком случае, крупных городских округов или городов. И поэтому мы предложили такой вариант, чтобы к нам приезжали сюда артисты и юные, и не юные, чтобы показать творческий срез на сегодняшний день, что представляет культура городцов в округе. И поэтому у нас эта программа как-то пошла очень интересно и активно, потому что мы почувствовали отдачу, желание как раз округов поучаствовать в такой программе. Руководитель проекта Юрий Бондарь также отметил, что проект имеет большую популярность как у муниципалитетов, представляющих здесь свое культурное пространство, так и у зрителя. Билеты на концерт продаются за символическую цену от 25 до 75 рублей и очень быстро раскупаются. Наши зрители, они, конечно, очень такие, с одной стороны, очень внимательные, доброжелательные, но утребовательные. Есть постоянный зритель, который уже ходит на все программы, проекты, и он уже может сравнить, что в каждом округе происходит, где что было интересно, они это сравнивают. Но в основном, конечно, все очень довольны, всем очень интересно. За три года участниками проекта стали 25 муниципальных округов. Некоторые из них привозили по несколько концертных программ. 12 ноября свои творческие коллективы на сцене детской филармонии представил город Азбест. Один из ярких коллективов, который вам еще предстоит увидеть, это наша гордость, наша визитная карточка, это наш муниципальный духовой оркестр имени Михаила Борисова, который в 2018 году будет праздновать свое 110-летие. Это, конечно же, худница кадров, наша художественная школа, ну и, конечно же, колледж искусств, которые будут кадры не только для города Азбеста, но и для культурного сообщества всей Свердловской области. Представляя публике, азбестовский коллектив и руководитель проекта, заслуженный артист Российской Федерации Юрий Бундарь отметил, что в городе особенно сильно развито музыкальное направление. Это очень с высокой культурой город, не только в нашей области, далеко за пределами. Я вот совершенно уверен на 100%, что именно в Азбесте обучение, образование, воспитание музыкальное поставлено на очень высокий профессиональный уровень. Потому что многие музыканты, которые работают у нас в Екатеринбурге, в профессиональных оркестрах, преподают в учебных заведениях музыкальных родом из Азбеста. Подготовка концертной программы шла в течение месяца, не все коллективы удалось привести, достаточно остро стоял вопрос с обеспечением транспорта. Для доставки азбестовских артистов в столицу региона было выделено 4 автобуса, но даже такой колонны не хватило бы, чтобы представить все коллективы, которыми гордится Азбест. Старались показать сегодня весь потенциал. Здесь и музыкальная школа, здесь и Азбестовский колледж, здесь и образцовые коллективы, центры культуры и досуга, хореография, вокал. То есть весь наш потенциал культуры, которая нарабатывалась не просто одним годом, а целыми десятилетиями. И я считаю, у нас концерт получился на хорошем уровне. Программа была составлена таким образом, чтобы показать максимально яркие брендовые коллективы города. Такие, как Муниципальный духовой оркестр имени Борисова под руководством Василия Шамшеева. Музыка. 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 Еще одним культурным брендом Азбеста является вокально-эстрадная студия «Витаминус». Артистичные азбестовские паянисты так поразили зрителей, что их вызывали на бис. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дети молодцы, они стремятся, и у них все получается. Это не последнее выступление сбестовских артистов на сцене Свердловской государственной детской филармонии. 4 декабря творческие коллективы ждут сюда на ежегодный галоконцерт, в котором также примут участие еще шесть муниципалитетов, представивших свои концертные программы в этом году. Султачана Мельникова, Роман Кура, Новости АТВ.